Известный русский художник и исследователь Николай Рерих писал «Страна, судьба калмыков, народность разбита самым непонятным образом. В китайском Сизяне алёты занимают Ильийский край. Тургуды – Харашар, Хошуты – Джунгарио, Айраты – в Монголии, Дамсоки – в Тибете. Также калмыцкие улуцы рассыпаны по Кавказу, Алтаю, Семеречию, Астрахани, по Дону и около Оренбурга. Эта широкая география расселения наших племен свидетельствует о былом великом могуществе джунгарского ханства, влияние которого на народы Центральной Азии еще до конца не описано и не изучено. Но где бы мы не были, куда бы нас не проводили бесконечные тропы, великой степи, мы неизменно помнили о символе нашего могущества и единстве в величественной горе Багдо, о которой наш сегодняшний материал. Багдо – значит святая. Почему же эта гора получила такое имя? Когда калмыки пришли в Северный Прикаспий и видели посреди ровной, как ладонь степи, величественную Красную гору, то сразу назвали ее Багдо и стали почитать как главную святыню своего нового ханства. Ведь до этого в джунгарии айраты тоже почитали такую же Красную гору и называли ее, как ни странно, тоже Багдо. Историк Габан Шарап в своей летописи «Сказание о четырех айратах» рассказывает, что когда недоброжелатели убивали айратского хана Эсельбейн Сайнка, спасшего айратов от порабощения, истекая кровью, он сказал «Если не было у меня никаких мыслей, кроме как о независимости государства четырех айратов, гора Багдо лопни на две части». После этого историк отмечает, что гора Багдо действительно лопнула на две части. Почему Сайнка обращается так к горе? Потому что ей поклоняли Сайрата как главные святыни своего ханства. Ей молились и могущественные ханы, и простые люди, и просили покровительства и защиты. И гора защищала, ведь ханство, несмотря на бесконечные войны, процветало несколько столетий. На западе Монголии и сейчас рассказывают легенды об этой горе. Согласно той, что я слышал, эту гору в кочевии айратов принесли два монаха. Говорят, что они откололи ее от Марпури – Тибетской Красной горы, на которой сейчас возрушается дворец Далай-лам Патала. На родине братья расслабились, и гора погребла их под собой. Кровь, хлынувшая из их тел, добавила красноватости в священной горе Багдо. Сами же братья стали защитниками Сякюсен Четырех Айратов. К чему я это говорю? Да к тому, что калмыки рассказывали о своей горе Багдо то же самое. Думается, что наша гора была воплощением могущества нашего калмыцкого ханства, и на ее вершине жили и по сей день живут наши калмыцкие Сякюсены. Это те силы, которые хранят и оберегают наш народ от исчезновения. Они всегда помогают тем, кто у них верит. Не забывайте о них, калмыки. И тогда наши Сякюсены никогда не забудут о нас. По материалам статьи Геннадия Корнеева. Оставляйте свои комментарии и делитесь нашим видео. Команда канала ZAN Online благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо! Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Циденов.